Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Сегодня воскресный день, и я хочу поделиться с вами словом, наставлением. И очень важно изучать Слово Божье, пребывать в Слове Божьем. И само Слово Божье говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, и Библия нам говорит и учит нас, что все, что мы попросим с верою, то мы получим. Поэтому очень важно, чтобы наша вера росла, чтобы мы утверждались в вере. И сегодня я хочу поделиться одним из откровений, которые я недавно получил, читая Евангелие от Луки и прочитав все Евангелие от Луки, от первой главы до последней, я получил всего лишь такое одно, такое особенное слово, которым я сегодня и поделюсь. И говоря особенное слово, я именно хочу сказать, что это не какая-то именно мысль, а именно одно слово, из которое выходит много мыслей. И сегодня мы с вами почитаем Евангелие от Луки, 10 глава, я прочитаю с 25 по 37 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и увидел его и прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним, попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Вот мы прочитали вот это местописание, очень важное местописание. Как и любое другое место, тоже очень важно. То есть, к Иисусу подошел законник, который имел понимание о Слове Божьем, имел понимание о вере в Бога. Он спросил его, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? На самом деле, вера наша в Господа Иисуса Христа, что главное, что основное нам дает, она дает нам жизнь вечную. Есть такой стих Писания, Иоанна 3,16, который его называют мини-библией, который говорит следующее, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, через веру в Иисуса Христа, в то, что Он умер за наши грехи, был погребен и на третий день воскрес, мы получаем прощение наших грехов и жизнь вечную. И вот законник спрашивал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал, что написано в законе, как ты читаешь? Закон пришел к нам через Моисея, благодать и истина пришли через Иисуса Христа. И он сказал в ответ, он сказал две самых главных заповеди, то есть возлюбить Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. И в другом из Евангелия написано, и вторая заповедь, подобно первой, возлюбить ближнего своего, как самого себя. И на что Иисус ему говорит, да, ты молодец, ты правильно думаешь, ты на правильном пути, то есть возлюбить Бога, возлюбить ближнего, это самое-самое большое, что может сделать здесь человек, живя на земле. И я хочу напомнить вам, что любовь – это не просто чувство. Мы часто любовь воспринимаем только как чувство. То есть когда мы говорим о слове «любовь», вспоминается какая-то наша первая любовь, ну если там мужчина, то он вспоминает, как он, ну или мальчик, как он был влюблен в какую-то девочку, возможно, это в школьные годы. И когда он был влюблен, то ему не надо было этого молодого юношу просить встретиться с этой девушкой. Он сам стремился встретиться с ней. Он не замечал то время, которое они вместе проводили. Он был готов сделать для нее все, что угодно ради вот этой любви к ней. То есть его жизнь была не только чувствами наполнена, но и действиями. Но мы все вспоминаем вот эти чувства. Но на самом деле любовь – это действие. И Иисус, он говорит, что, ну вот там у них возникает вопрос «Кто мой ближний?». На что Иисус говорит притчу. И очень важно сказано, что вот этот законник, он, желая оправдать себя, понимаете, он задал вот этот вопрос «А кто мой ближний?». И тогда Иисус говорит очень важную притчу. Он говорит, что один человек, и он был еврейской национальности, это очень важно, он шел из Иерусалима в Иерихон. Вообще для любого еврея город Иерусалим – это город благословения, а город Иерихон – это город проклятия. И, по сути дела, этот человек, он был евреем, но, возможно, он был в каком-то состоянии отступления от Бога. Но я могу просто сделать такой вывод, исходя из этой фразы, что он шел из Иерусалима в Иерихон. И он попался разбойником, как нам говорит Писание. Его избили, сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив его едва живым. На самом деле, и когда мы идем по жизни, нам тоже попадаются люди, которые попадают в различную беду. Кто-то остается без крова, кто-то остается без средств к существованию, кто-то находится в какой-то болезни, в социальных сетях. Мы можем видеть нередко, когда люди обращаются, просят какой-то помощи на лечение. Мы этих людей встречаем на улице, бывает. Да, многие из них, как мы их называем, бомжи или пьяницы, они подходят, они просят. И они остались без средств к существованию. Они остались беспомощными, такими стали людьми. И часто люди как-то осуждают этих людей, как-то грубо к ним относятся. И не любят даже, когда подходят эти люди. Но вот так вот бывает в жизни. И вот написано, что в 31 стихе, что по случаю один священник шел той дорогой, и увидев его, прошел мимо. То есть, как я напоминаю, там лежал еврей, и священник это был тоже еврейской национальности. То есть, они были земляками, или они были одной национальности. И он, этот священник, идя по этой дороге, то есть, вот к нему попался этот человек, он сделал три глагола. Во-первых, он шел, второй глагол увидел его, и третий глагол он сделал, он прошел мимо. То есть, также написано, левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Также хочу напомнить, что левит был тоже еврейской национальности, как и тот человек, который попался разбойником. И он тоже сделал три глагола. Он, проезжая, извиняюсь, он подошел, посмотрел и прошел мимо. Подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник сделал, что он шел, увидел и прошел мимо. И написано, самарянин же некто. Кто такие были самаряне? Самаряне это были не евреи. И самаряне с евреями не сообщались. Это мы можем видеть в Евангелии, когда Иисус разговаривает с женщиной, с самарянкой у колодца, и она удивляется, что Иисус с ней разговаривает. Он говорит, иудеи же с самарянами не сообщаются. То есть мы это видим и из Библии, я это знаю из истории, что самаряне, они не сообщались с евреями. Они, ну, даже, можно сказать, не тихо, но они ненавидели друг друга. Я хочу сказать вам, что сейчас вот идет война в Карабахе, и там азербайджанский народ воюет с армянским народом, и у них есть тоже такая неприязнь. Когда я был в Армении, в Ереване, я разговаривал с армянами, они говорят, мы не можем поехать в Азербайджан, если нас даже на самолет не посадят, но если мы каким-то чудом окажемся в самолете, нас просто арестуют, когда мы прилетим в Баку. То есть они не сообщаются, эти два народа, они враждуют между собой. Я просто этот пример привожу, чтобы вы могли осознать, насколько евреи не сообщались с самарянами. И вот смотрите, вот этот самарянин, который не сообщался с евреями, то есть который, может, где-то, может, даже тихо ненавидел их, он сделал какие глаголы? Самарянин же некто, проезжая, потом второй глагол, нашел на него, ну, некоторые спрашивают, что значит нашел, ну, то есть он спустился со своего осла, подошел к нему, и он написано, увидев его. То есть, по сути дела, как бы, тоже три глагола вначале он сделал, но дальше вот это слово, о котором я получил, как я уже вначале сказал, и какое очень важное слово, и что произошло вот с этим самарянином, там произошел четвертый глагол, как бы, ну, и он написано, сжалился. Сжалился, понимаете? Он сжалился над этим человеком. И когда я прочитал это слово, оно у меня очень сильно коснулось, вот это слово сжалился, я понял, что в нашем обществе мы идем по дороге, как любой человек, не обязательно по дороге, как я имею в виду, по какой-то дороге, можно образно сказать, что мы идем по жизни, да, по дороге, и нам попадаются различные люди, и мы тоже можем разные глаголы сделать, увидеть, посмотреть, пройти мимо, но мы можем вот сделать главный глагол, который очень сильно изменит нашу жизнь, и мы станем на самом деле Божьими людьми, если мы будем иметь вот этот глагол сжалиться. Как важно, когда муж сжалится над женой, и будет ее воспринимать как немощный сосуд, как говорит Библия, который будет ее любить, как любит церковь, который будет прощать ей какие-то ее капризы. Как хорошо, когда жена сжалится над мужем над своим, перестанет его пилить, перестанет его доставать, перестанет ему что-то приставать, ну, с какими-то, ну, с такими нехорошими вещами, приставать его, ну, доставать его, да, как вот, к сожалению, как происходит в обществе, когда, и мы читаем в Библии, что лучше жить на кровле, чем, ну, на кровле, то есть на крыше, чем со сварливой женой в просторном доме. То есть как хорошо, когда может сжалиться, да, жена над своим мужем и просто изменить свое отношение, перестать кричать на него, перестать унижать его. Как хорошо, когда взрослые дети сжалятся над своими родителями и начнут им помогать, начнут оказывать им материальную помощь, какую-то моральную помощь, поддержку, заботу, и они начнут вот эти делать глаголы любви, которые так важны. Да, может быть, чувства того или иного человека, они не будут еще говорить о такой большой любви, как вот когда-то, да, как я уже упоминал, как юноша, как впервые влюбленный, имеет такие чувства, да, большие, и с этими чувствами он имеет много действий. Ну, может быть, человек будет не иметь вот этих чувств, да, к тому или иному человеку, но он сжалится, и уже его действия будут совершенно другими. Как хорошо, когда мы идем по улице, мы видим человека нуждающегося, голодного, может, да, он выпивший, но мы не судим его, мы просто заходим в магазин, и сжалившись, мы покупаем не всю еду себе, но мы делаем вот эту кадош, да, кадош – это святой, то, что одно из слов обозначающее святость, то есть теряем свою зону комфорта, и мы, сжалившись, покупаем этому человеку еду. И Господь, я уверен, Он любит людей, которые сжаливаются, то есть Он ценит людей. И мы далее с вами прочитаем некоторые места Писания, и я вижу из этих мест Писания, что Иисус Христос сам очень часто сжаливался над людьми, Он просто сжаливался, да, и когда я посмотрел в интернете, что такое слово «жалиться», там синонимы, это простить, это пожалеть, это как-то войти в положение, вот это слово «жалиться», пожалеть этого человека, да, то есть вот слово «жалиться», вот здесь оно обозначает вот эти вещи. И 34 стих говорит, «И подойдя, уже когда он сжалился, он подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем, и на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы, и сказал ему, позаботься о нем, и если и сдержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». И тогда Иисус говорит, кто из этих троих, вот священник, левит, вот тоже задумайтесь, это были не просто какие-то, ну, прихожане церкви, это был священник шел той дорогой, левит, кто такие левиты были? Это прославители, то есть это как лидер прославления, да, шел той дорогой, это были не просто какие-то светские люди, это были церковные люди, и не просто церковные, а из, ну, какой-то, если называть церковную иерархию, из высшей иерархии, да, они были. И он сказал, кто оказал, он сказал, оказавший ему милость, да, и тогда Иисус говорит простые слова, он говорит, «Иди, и ты поступай так же». Он сказал это не только этому законнику, но он, Иисус, эти слова говорит и нам с вами, чтобы мы шли и поступали так же. Задумайтесь, мы едем с вами на машине, куда-то торопимся, и мы вдруг видим человека, который, ну, оказался вот в беде, или избитый, да, лежит у дороги, может даже уже смеркается, и мы останавливаемся, да, подходим к этому человеку, мы достаем аптечку, мы начинаем ему раны смазывать, да, йодом, там, зеленкой, там, обрабатывать его, он без одежды, он грязный, мы берем его, поднимаем на руки и ложим или кладем в свою машину, он пачкает наш салон, мы дальше едем до ближайшего города, мы находим гостиницу, за свои деньги снимаем эту гостиницу, заносим этого человека, возможно, хозяин этой гостиницы, или кто-то, администратор гостиницы, попросит побольше денег, видя, что, да, человека, которого заносят, он в крови, он без одежды, он испачканный, и мы всю ночь заботимся об этом человеке, вот, и потом на утро мы уезжаем, мы оставляем достаточно какую-то сумму денег и говорим, позаботься об этом человеке, хозяин этой гостиницы, и когда мы вернемся, когда я вернусь на обратном пути, вот, я сейчас вернусь из командировки, я заеду, если он что-то там издержал, то мы, я тебе все это возмещу, то есть, если в наше современное время переводить, то это вот так. Я хочу рассказать вам такую одну историю, у меня был, ну, есть один такой знакомый человек, ну, так общаемся с ним, и он весьма был богатым человеком, но он и сейчас не бедный человек, и когда-то он купил один из первых там у нас в городе линкольн-навигатор, такая большая, красивая машина, джип, он, наверное, единственный в городе был, он большие деньги за него заплатил, и он ехал как-то из, там, с дачи, что ли, он возвращался в город, и он попал в аварию, причем, какая-то авария, то ли у него колесо лопнуло, он улетел в лес, машина разбилась сильно, вот, у него, там, глаз один очень сильно пострадал, ну, много, он что-то поломал, и он выполз просто на дорогу, и он был весь в крови, весь грязный, пока полз, и он просто, ну, как голосовал, махал там, и многие машины проезжали мимо, но один мужчина, он остановился, и он его взял, и, по сути дела, уже в таком полусознательном состоянии, привез в больницу, ну, отдал его в руки врачей, его долго-долго лечили, ему много операций делали, и на его восстановление, реабилитацию ушло больше года, наверное, если не полтора года, и вот этот человек в благодарность вот тому, который остановился и взял его, да, к себе в машину и привез его в больницу, он, он когда выздоровел, и он долго искал его, нашел этого человека, и в благодарность ему купил новую машину и подарил ему, я не знаю, какую марку он подарил, не столь важно, но, в общем, он подарил ему машину в благодарность за то, что, по сути дела, тот остановился и спас ему жизнь. Поэтому нам важно, да, ну, не только вот какую-то благодарность от людей получить, мы, делая, сжариваясь над другим человеком и делая вот эти добрые дела, добрые поступки по отношению к другому человеку, нас Бог возблагодарит, и этим самым мы посеем доброе. И я хотел бы вам также вот показать некоторые, уже заканчивая, некоторые места Писания, которые говорят о том, что Иисус Христос, Божий Сын, и как апостол Павел нам говорил, подражайте мне, как я подражаю Христу, или мы можем тоже подражать Христу, сам Иисус Христос имел это чувство, он сжаливался. И я хочу вам прочитать некоторые места Писания и также некоторые притчи, которые Иисус говорил. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Это Матфея 9, глава 36 стих. То есть Иисус сжалился над ними, то есть Он видел, что они рассеяны, как овцы, которые не имеют пастыря. Матфея 14, 14 говорит нам следующее. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их». То есть Иисус, Он сжаливался над людьми, Он сейчас сжаливается над людьми, и Он хочет, чтобы Его последователи, то есть мы, христиане, тоже сжаливались над людьми. Марка 6, глава 34 стих. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Евангелие от Луки, 7 глава 13 стих. Там в этом месте Писания говорится история, как Иисус, Он шел по улице, Он увидел похоронную процессию, и там хоронили юношу, который был единственным сыном матери, и написано, увидев ее, вот эту бедную мать, которая потеряла своего единственного сына, написано, увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь». Да, и он подошел, остановил эту процессию, и воскресил этого сына, и отдал его живым своей матери. И я, когда прочитал это местописание, я понимаю, что, как многие люди, которые имели очень плохой образ жизни, и кто-то жил в наркотиках, кто-то жил в алкоголе, кто-то жил во многих других грехах, и когда в их жизнь приходит вера в Иисуса Христа, они оставляют вот этот злой путь, и на самом деле я вижу, как Иисус Христос в наше время, в 2020 году, Он возвращает живыми, живыми, вот уже живыми, ну, вот, можно сказать, в переносном смысле слова, освобожденными от наркотиков, от разного рабства, алкоголя и так далее, с матерям, женам, и Он, Иисус, Он творит это и сейчас, да. И также я хотел вам в заключении прочитать, и там есть, когда Иисус говорил притчу о блудном сыне, и я не буду ее для экономии времени читать, вы можете прочитать ее в Луке в 15 главе, и там написано, что встав, пошел к отцу своему, когда блудный сын возвращался к своему отцу, и когда он был еще далеко, написано, то есть блудный сын был еще далеко, и увидел его, отец его, и сжалился, то есть отец, он тоже сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его, то есть он сжалился вначале, а потом уже пошли другие действия, побежал, пал ему на шею и целовал его. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, я желаю вам вот сегодня, посмотрев вот эту передачу, посмотрев вот эту воскресную проповедь, чтобы вы тоже задумались над собой, и я желаю каждому из нас, чтобы мы почаще сжаливались над людьми, не только над теми, которых там где-то мы на дороге встречаем, и которые нуждаются, да, в какой-то еде, или еще в чем-то, но чтобы мы почаще сжаливались и над своими родными, и близкими, над своими детьми. Я очень прошу вас, как вот говорит нам Евангелие от Марка, сказано, что если кто имеет на кого какую обиду, когда вы встаете на молитву, прощайте, чтобы отец вам простил ваши грехи. Для того, чтобы простить того или иного человека, нужно сжалиться, потому что, если ты не сжалишься, да, над этим человеком, тебе очень трудно простить. И я каждому из нас желаю, чтобы мы сжаливались. И я хотел бы сейчас вкратце, уже в заключении, помолиться за каждого из нас, помолиться за вас, чтобы Господь нас наставил вот в этом, и чтобы мы имели вот это чувство сжалиться над другим. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Слово Божие, которое учит нас, наставляет нас. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа каждому из нас излей Божьей любви Духом Святым в наши сердца. И дай нам, Господь, еще больше любви к Тебе и любви к ближнему Своему. И дай нам осознать, что вот эта любовь, она состоит не только в чувствах, но она состоит в поступках, в делах, которые мы делаем по отношению того или иного человека. Во имя Иисуса, сделай нас, Господь, наши сердца добрыми, чтобы мы сжаливались над людьми. Благослови, Господь, этот день и предстоящие дни. Во имя Иисуса Христа храни нас на всех путях и благослови каждого человека, который смотрит сейчас вот эту передачу. Благослови их крепким здоровьем, благослови их радостью, миром, благослови их праведностью, благослови их и веди их Духом Святым, храни их на всех путях. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания.